Харе Кришна, дорогие друзья! Я приветствую вас! Сегодня 29 сентября 2021 года и сегодня на очереди 87 выпуск ответов на ваши вопросы. Сегодня мы начинаем с вопроса Маришки. Она пишет в комментариях к одному из выпусков вы ответили о функциях разума и назвали заблуждение в том числе. То есть заблуждаться – это встроенная в нас функция. Как убедить человека, что он заблуждается, если он так считает и прямо с ускорением едет в ад, а кришнаитов воспринимают непонятно кем. Заблуждение – оно нам для разнообразия мнений и оттенения истины дано? Да, можно открыть третью песню Шимадбхагава, там глава 26 называется «Начало материальной природы», текст 30-й. И там Капиладева, которая объясняет философию Санхи, говорит «Сомнение, заблуждение, верное представление, память и сон – это пять функций материального разума». То есть возможность заблуждаться – это проявление нашей свободы выбора. Мы находимся в мире двойственности, поэтому здесь всегда есть у нас по меньшей мере две возможности выбрать что-то – одно или другое. И если у людей какие-то ошибочные представления в голове, какая-то ложная система ценностей, то именно обслуживая эту систему ценностей, разум будет делать ошибочный выбор. То есть у него будет неправильное представление о вещах. Но это совершенно необходимо именно для того, чтобы реализовывалась карма. А потому что если мы будем при помощи разума делать все время только какие-то верные оценки, то материального мира просто не будет. Потому что материальный мир – это не что иное, как определенная цепь ошибок, заблуждений. И эти ошибки и заблуждения – это выводы нашего разума. И разум уже дает какое-то руководство к действиям. Поэтому подчеркиваю, для материального разума, именно для материального разума – это одна из функций. Но когда человек обретает духовный разум, когда он начинает мыслить уже категориями священных писаний, которые он получил через традицию, через парампору, то его вероятность совершения ошибок уменьшается. Пока мы стоим в материальном мире, до какой-то степени иллюзия действует и так далее. Но по меньшей мере в принципиальных вещах человек уже не ошибается. В каких-то мелочах он может где-то там обмануться, какая-то иллюзия, чувства или что-то еще. Вот какой-то оптический обман. Но в таких принципиальных, философских, фундаментальных вещах он уже не ошибается. Это обозначает, что его материальный разум стал духовным. И поэтому уже тут немножко другие функции. А Капила описывает материальную природу. И этот материальный разум, который является урезанной версией духовного разума, он действует вот таким вот образом. Вот. И поэтому здесь мы совершаем определенные ошибки. И для нас это своего рода школа. То есть здесь, совершая ошибки, набивая себе шишки, переосмысливая вещи, делая какие-то выводы, мы с течением времени приходим к каким-то правильным выводам. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что этот разум, это не вечный разум души. Это вот такая вот, скажем, временная операционная система, которая нужна нам для материального существования. А в мире иллюзии ошибаться, делать какие-то ошибочные осуждения, выводы, принимать ошибочные решения, это практически норма. Что касается того, как убедить человека в том, что он ошибается, тут два условия должны быть. Во-первых, у него должно быть немножко такое критическое мышление, он должен допускать идею о том, что может быть он ошибается. Во-вторых, он должен как-то вас воспринимать в качестве какого-то авторитета. Если у него нет самокритики и вы для него не авторитет, вы никак его не убедитесь. То есть он не готов сейчас думать, что может быть вы правы, а он не прав. Вот. Поэтому, как вот при любом процессе обучения, требуется квалификация учителя и требуется квалификация ученика. То есть ученик готов учиться и он готов меняться, он готов признавать ошибки. Если он не признает своих ошибок, не готов учиться, какого угодно ему учителя дать, процесс обучения не будет. Вот. Поэтому у той стороны, которую мы хотим в чем-то убедить, должна быть тоже какая-то базовая предварительная квалификация. Вот. Поэтому здесь совершенно очевидно, что если этой квалификации нет, человек не сможет измениться. Вот. А что касается того, что он там кришнитов считает непонятно кем, ну это понятно, потому что социальный образ кришнаитов, он такой, немножко маргинальный. Они же, ну, они мы, я себя не отделяю, в принципе. Вот. Создали определенный публичный имидж, да. Что вот эти одежды такие и все прочее. Там такая как будто очень экзотичная внешность. И некоторые люди думают, что это просто какое-то чудачество. Но так или иначе, даже те, кто добродушно относятся, мало кто из них воспринимает это как что-то серьезное. Вот. Поэтому, в общем-то, для большинства людей, которые не знают сути учения, а судя чисто по одежке, ну да, это вполне естественная оценка. Большинство людей так и думают, что поделаешь. Далее. Вопрос от Ивана. Претензия такая мощная. Что за ненормальные отношения были во времена Ветв? Жена гостю понравилась. Иди, значит, гостю. Много встречается описаний, когда женщина стоит ниже обещаний или еще чего-то. Странная постановка, но догадаться можно. Как вы себе это представляете как цивилизацию? Это извращение, когда муж жену для утех другому человеку отдает. Это точно не цивилизованное, а варварское что-то. Ну, я предполагаю, то есть в таком возмущении Иван, видимо, даже забыл указать источник. Я предполагаю, о чем идет речь. Есть известная история про одного человека, великого преданного, Беломангалат Хакура, который перед тем, как стать великим преданным, прошел сложный путь. И он много, так сказать, грешил. Но в какой-то момент, значит, решил встать на путь уже духовного очищения. И когда он решил пойти во Вриндаван, прямо в то центральное место, место явления Кришны, считается для Гаудея Вайшнау самое священное место. И оттуда пошел. И когда он шел по дороге, он решил остановиться. Уже застала его ночь в каком-то месте. Он решил остановиться в доме какого-то человека. И его встретили как гостя. Приютили, накормили. И хозяин заметил, что этот Беломангалат Хакур, гость, как-то так смотрит с таким вожделением, с желанием на его жену. И этот хозяин подумал, ну что ж, гость это по ведической культуре Атитхи Бхагаван, практически представитель самого Бога. Такая есть концепция. Ну если он, так сказать, хочет мою жену, пусть. И он сказал жене, иди к нему. И когда эта жена пришла к нему, Беломангалат Хакур устыдился очень сильно своего желания. И вместо того, чтобы получить то, чего желал его ум, попросил у этой женщины дать ему заколки для волос, такие длинные шпильки. И он этой шпилькой взял и выколол себе глаза, для того, чтобы больше не видеть этот соблазняющий его образ. И вот Иван, видимо, прочитав первую часть, что хозяин дома решил свою жену отправить этому гостю на ублажение чувств, видимо, так вообще возмутился, что забыл про все остальное. Итак, давайте разберем ситуацию. Первое. Не нужно частный случай возводить какое-то правило, делать такие слишком широкие обобщения в правилах. Тем более, что эта ситуация не закончилась тем, про что вы подумали. Я только что сказал, что Беломангалат Хакур, сам этот гость, он устыдился своего желания. И вывод был вот такой, что он себе глаза в итоге выколол. Почему-то вас удивило то, что ему послали тут женщину, жену, хозяина. И совсем не удивило то, какой решительный шаг он совершил на своем духовном пути, какую жертву он принес. И, в общем-то, не получил то, чего он хотел изначально, его ум. Этот момент. Мне странно, почему вы одно заметили, второе не заметили. Такое пристрастное восприятие. А второе, что хотелось бы сказать. Вы вырываете ситуацию из контекста культуры абсолютно. И поэтому она кажется вам чем-то странным. Опять же, я говорю, что согласно ведам, гость, пришедший, как незваный, а титхи буквально, который не по расписанию пришел, он считается представителем Бога, посланником Бога. И, соответственно, его принимает вот таким вот образом. Вот. И желание гостя для хозяина – это фактически закон. И хотя этот Бен-Ван-Мангл, гость, он ничего такого и не выражал, открыто в словах, да, но хозяину показалось, так как мы видим, что все в конце концов благополучно завершилось. Итак, смотрите. Если вы считаете, что по ведической культуре хозяин предложил гостю свою жену, вы считаете это варварством, то что вы скажете на современную ситуацию, когда мужья и жены так же легко изменяют друг другу, только делают это не открыто, как здесь, а втихую, да? Неужели это какой-то более высокий уровень цивилизованности? Я лично в этом сомневаюсь. Вот. Поэтому не спешите с оценками, не разобравшись с ситуацией до конца. И не поняв, для чего вообще ситуация была рассказана. Вот. Потому что, в противном случае, вы просто берете частный случай, вот, и его экстраполируете вообще на всю ведическую цивилизацию, и представляете, что это чуть ли как бы не главный принцип едической цивилизации. Нет-нет. Главный принцип едической цивилизации – это служение Богу. Вот. И служение тем, кто служит Богу. И вот в контексте этой вот такой парадигмы, а многие вещи будут выглядеть совсем по-другому. Ну и поскольку эта ситуация не завершилась тем, о чем подумал ваш ум, то здесь вообще не о чем, собственно говоря, и спорить. Далее. Ирина спрашивает. Объясните, пожалуйста, почему возникает чувство зависти к другим людям? Моя ситуация в том, что, оказываясь в кругу более богатых людей, внутри меня зарождается чувство зависти к чужому материальному благополучию. Зависть возникает именно к деньгам, так как я, человек из рабочего класса, никогда не обладал огромными материальными средствами, и легких денег никогда не получала. Есть знание, что все мы приходим и живем с разной кармой, в том числе и материальной, но зависть все равно возникает. Причина зависти состоит в том, что у нас есть конкурентное мышление. То есть мы постоянно сравниваем себя с другими, и основой зависти является дух или желание наслаждения. Когда мы видим, что кто-то наслаждается лучше, чем мы, у нас, естественно, возникает зависть. Также она проистекает из-за нашей неспособности быть счастливым и довольным тем, что приходит само собой в процессе исполнения нашего долга. То есть это одно из важных качеств цивилизованного человека. В Бхагавадгите Кришна говорит, ядричхалабхасамту, что будь доволен тем, что приходит само. Потому что это не просто приходит само, а это доля, которая дана рукой Бога. Рука Бога невидима, но те вещи, которые, естественно, приходят в нашу жизнь в процессе исполнения наших обязанностей, нашей дхармы, это и есть доля, которую он нам дал. Если мы недовольны тем, что дал Бог, это уже диагноз, понимаете? То есть мы не понимаем, что он, как любящий отец, всем выдает именно свою долю. И духовное знание как раз должно помочь человеку научиться быть счастливым тем, что приходит в его жизнь естественным образом. И, естественно, никому не завидует, потому что благодаря духовному знанию у человека появляется внутреннее счастье. Человек, лишенный духовного знания, всегда будет искать счастье во внешнем мире. Что-то он найдет, что-то не найдет, но будет искать он именно там. И поэтому это такой взгляд на жизнь. И там во внешнем мире он будет конкурировать с другими, которые тоже там же счастье ищут, понимаете? А на его внутреннее счастье, в общем-то, никто покуситься не может. Тут конкурентов нет. Тут можно сказать, что для своего внутреннего счастья он единственный монополист, понимаете? Но люди не обучены этому искусству извлекать счастье изнутри, хотя оно находится в самой душе. И счастливый человек, если он стал счастливым благодаря духовному знанию, он уже никому не завидует. Есть в Шримадбагово, в других источниках ведических, много описаний и историй, когда какие-то великие мудрецы, допустим, приходили во дворец царя и давали какие-то наставления о духовной жизни. И что имел этот мудрец? Да ничего он не имел. У него там какая-то палка, данда, посох, с которым он там идет, чтобы отпугивать каких-то зверей, и сосут с водой. Вот и вся его собственность. Ну, четкий, может быть, на шее еще. Вот и все, что у него есть. И он приходит в богатый дворец, где все шикарно, все блестит, предметы роскоши со всех сторон. Казалось бы, повод позавидовать. Но по факту, как раз эти все цари завидовали этим мудрецам, потому что у мудрецов счастье внутри. А у царя много вот этого всего шика, блеска снаружи, а внутри одни беспокойства и недовольства. Поэтому очень важно научиться быть внутренне счастливым. Тем счастьем, для которого мы являемся единственными монополистами. И счастье, которое не разрушается уже ни кармой, ни временем, ни чем, потому что оно в другом измерении находится. И если вот это произошло, тогда основа для зависти уничтожается. Далее вопрос задает Миша. Посмотрите фильм Нолана «Довод» 2020 года. Он помог мне лучше понять, хоть и отдаленно, духовный мир. Когда прошлое и будущее текут так, как там, а не линейно, то по сути их нет ни прошлого, ни будущего. А просто есть некая реальность, как данность. И все. После этого фильма еще больше заинтересовал Кришна и как он все устраивает. Мы живем очень мелкими масштабами, а он меняет время и реальность, как хочет. Он поразительная личность, которую хочется разгадать. Ну, я вас успокою, разгадать Кришну до конца не удастся. А как только вам кажется, будет казаться, что вы разгадали его, он какую-нибудь новую загадку подкинет. Например, мать Ешода считает, что она знает своего сына Кришну от и до. Но когда Кришна открывает рот, и мать Ешода во рту у него видит всю Вселенную, а внутри Вселенной видит землю, на которой находится Кришна, и там же сидит она же, и заглядывает Кришне в рот, и так дальше фрактально это все уходит в бесконечность, то мать Ешода очень сильно удивляется, хотя и казалось, что она своего сына знает от и до. Вот, например, такой, ну, мать Ешода, как бы да, она играет только простой женщины. А если взять мудреца Нарада Муни, который прибыл в Двараку, в город Кришны, и увидел, как Кришна наслаждается в 16108 дворцах, 16108 женами, причем со всеми с ними одновременно разными занимается делами, а потом этот Кришна выходит из этих дворцов и идет на собрание в дворец Судхарма, и все эти 16108 форм сливаются в одну. Потом у Кришны там какие-то мероприятия, какие-то заседания, потом из этого дворца возвращается домой, и опять эта форма распространяет себя в 16108 экспансии, возвращается в каждый дворец, и опять одновременно занимается разными делами с разными своими женами. Вот, это удивительно. Что касается фильма, я пытался его смотреть, честно говоря, через полчаса я уже заскучал, неинтересно. Но идею я уловил, что там, как сказать, некое инвертирование событий, что кто-то из прошлого пытается повлиять на будущее. В общем, там такая смесь, честно говоря. Такие вещи, они возможны только в фантастическом фильме. По меньшей мере, я имею в виду не духовный мир, а здесь, сейчас, в нашем материальном мире. Поэтому это все каким-то большим практическим смыслом для нас не обладает. Я уже говорил неоднократно, что духовный мир – это мир, где время пребывает в состоянии вечного настоящего, что нам абсолютно непонятно. То есть, там нет разделения на прошлое и будущее. И основой духовного мира является любовный обмен. Этот вот любовный обмен настолько интенсивный, что из него не хочется никуда, ни в какое ни в прошлое, ни в какое будущее. А тут у нас единственная реальность – это постоянные препятствия, которые мы преодолеваем для того, чтобы там ухватить какие-то там частички своего счастья, которые мы себе тут навоображали, напланировали. Поэтому кому-то хочется в прошлое и в будущее просто по той простой причине, что сейчас его не устраивает настоящего. И в этом разница между духовным и материальным миром. Материальный мир – это постоянная иллюзия от прошлого к будущему, а духовный мир – это вечное настоящее. Галина спрашивает, «В 58 выпуске вы сказали, что благоприятно оставить тело в светлое время суток, в дни пребывающей луны, в то время года, когда день пребывает. В Бхагавадгите 8 глава текст 24 написано, что благоприятно оставить тело в светлое время дня на растущей луне и в 6 месяцев, когда солнце странствует на севере. А это происходит с момента весеннего равноденствия до осеннего равноденствия. Но растет день только до летнего солнцестояния, 21 июня. Так когда же благоприятно оставить тело? Я предполагаю, что вас, скорее всего, смутила фраза, когда солнце странствует на севере. Вот здесь чуть-чуть нужно понять, что имеется в виду. Если, допустим, мы смотрим утром на восточный горизонт, где встает солнце, то, если мы внимательны, то мы увидим, что в светлую половину года, это вот от 22 декабря до 21 июня, вот эта точка, где солнце всходит на восточном горизонте, она будет смущаться в сторону севера, на север. Вот, допустим, точка восхода и в сторону севера, то есть влево будет смещаться. А после вот этого 22 июня точка восхода будет, наоборот, смещаться в сторону юга. Потом она какого-то достигнет от этого минимума, да, самого короткого дня, 21 декабря, и опять пойдет на север. То есть вот, что имеется в виду. Солнце странствует на север, это так называемая светлая половина года у Тарайна, и солнце странствует на юг, когда день уменьшается. Это вторая половина года называется Дакшинаина. Вот, и во всем остальном все понятно, да, то есть когда больше света, более светлый день, светлая луна, светлое, так сказать, светлое время суток, это считается более благоприятное время. Вот, но если уж говорить дальше, то нужно на этом стихе не заканчиваться, а читать дальше, где Кришна говорит, что Вайшнавы знают об этих двух временах ухода, темная, светлая половина, там чего бы то ни было, года, месяца или дня, вот, но они об этом не беспокоятся, поэтому, Аржуна, ты тоже просто будь тверд в вере, то есть самое главное, это как бы материальные условия, для материалистов это более благоприятно, а для людей, занимающихся духовной практикой, эти условности, они уже не столь важны. Далее вопрос задает Маша Круглая. Приводится ссылка на YouTube. Еще раз прошу вас, не присылайте мне ссылки, я не буду смотреть, все, что вы мне присылаете, мне нет времени, только если этот ролик не больше там трех минут играет. И Маша пишет, в этом выпуске Жанна Агузарова говорит, пойте святые имена, про Кали упоминает и прочее из вайшнавизма, и тут же говорит всякую чушь про младенцев и прошлую жизнь. Как вы относитесь к тенденции, что многие люди сейчас видят в вайшнавской культуре эзотерику, мешают все в кучу, воображают, сразу видно, когда нет духовного учителя, люди какую-то чушь несут и думают, что прикоснулись к истине. Почему люди не хотят именно бхакти уловить и глубоко Кришну принять, а мешают коктейль? Ну, мы знаем из Бхагавадгиты, что бхактами становятся редкие души, для этого нужно ряд условий соблюсти, то есть, достаточное количество благочестия внутри, бхакти, сукрити, то есть, чтобы в прошлых жизнях человек уже имел соприкосновение с бхакти. Вот эти вот бхакти-самскары, они дают человеку склонность прислушиваться ко всем этим темам, и второе условие, он должен быть свободным от грехов. Ну, и еще благоприятное, конечно, условие, это встреча с каким-то великим преданным, который даст ему такой сильный импульс вдохновения. Вот, и сейчас мы знаем, что много книг распространено, миллионы книг, так или иначе, информационно многие люди осведомлены, немножко хотя бы о Кришне. Вот, и несмотря на то, что они осведомлены, и может быть, в какой-то степени интересуются, они не готовы принять чистое преданное служение. Они готовы какой-то элемент духовности смешать со своими примесями, каких-то интересов. Вот и получается эзотерика. Эзотерика обозначает духовность плюс всевозможные какие-то примеси. Вот, и так уж случается, что большинство людей, сильно обусловленных, долгое время сохраняет вкус к этим примесям. Примесь кармы обозначает, что я чего-то хочу материального от духовной жизни, практикую духовную жизнь, но с расчетом получить какое-то материальное благо. Вот, либо примесь гьяны. Я хочу получить освобождение от страданий, замучили меня всякие трудности жизни, либо примесь вот этой вот йоги, то есть я хочу развить себе какие-то мистические способности благодаря Бхакти. Это все примеси. И поэтому не так сложно, в общем-то, поверить в Бога, в реинкарнацию, в тригуны, в какие-то такие вот вещи общие, которые сейчас на слуху у людей. Но стать чистым преданным, это очень тяжело. именно по той простой причине, что эти примеси кармы, гьяны или йоги, они сильны, и вкус к этим примесям у людей долго сохраняется. Вот, то есть, для большинства людей, дух чистого преданного служения, это как вот такой разреженный воздух на вершине скалы, высокой какой-то там скалы, где обычный человек, он там просто не сможет дышать, он получит баротравму легких, то есть из-за перепада давления. Ему на эту гору нужно взбираться потихонечку, как альпинисты, какой-то там километр пришли, вот, они остановились несколько дней, привыкают к этому новому давлению, к этой атмосфере, вот, организм адаптировался дальше, и дальше, дальше. Если прямо вот человека из долины поднять на вершину, он просто умрет, не сможет там жить. Вот, поэтому атмосфера чистой преданности, она, к ней нужно подойти, созреть, понимаете, вот, а вот так вот резко дернуть человека туда, он просто не сможет, для него нереальная будет абсолютная атмосфера, вот, ему, ему надо так чуть-чуть пониже спуститься, вот, это вот как бы некая духовность, но с материальными, вот этими примесями, это вот такой уровень ниже чистого преданного служения, это и будет вот вся эта, так вот сказать, эзотерика со всеми ее вариациями. Дальше за этот вопрос задает Карим. Вот все прекрасно объяснено, почему обезьяны сейчас у человека не превращаются. И очередная, конечно же, ссылочка на YouTube. И почему вы так против теории эволюции? Она многое объясняет же. Уважаемый Карим, мы не против теории эволюции, мы против ограниченной теории эволюции, которая не принимает во внимание закон кармы, которая не принимает во внимание тот факт, что сознание отличное от материи. Вот, то есть, мы против ограниченной такой химической эволюции, которая рассказывает нам сказки о том, что не было ничего, потом это ничего взорвалось, потом значит из этого ничего стало появляться что-то вот какие-то там молекулы белка аминокислоты то да сё потом образовались какие-то там простые простейшие водоросли или формы жизни потом они вдруг ни с того ни с сего усложнились вот теперь мы с вами сейчас сидим такие умные и рассуждаем о том как она там все начиналось да вот мы против такой эволюции потому что она недоказуемая тарас во-вторых она не объясняет очень многих вещей это два вот допустим почему эти продукты материи материального развития ни с того ни с сего вдруг имеют внутри себя некие какие-то моральные ценности почему кому-то птичку жалко понимаете да вот почему допустим человек даже не получивший какого-то морального воспитания вот что-то может быть такое он украл или там сделал вот и он пытается это все спрятать что он украл или там как-то где-то вот соврать чтобы не показать что он там где-то ну в чем-то был замешан вот эти моральные определенные нормы которые есть человеке они абсолютно нелогичны для куска материи откуда в куске материи возьмутся эти вот какие-то там какое-то чувство стыда или какие-то моральные муки и так далее это не только продукт воспитания у животных это тоже есть животные не получает воспитания образования но они тоже понимают что то есть не то есть животное сделала у них уже как бы какой какой-то стыд по этому поводу присутствует вот поэтому ведическая концепция эволюции она основана на понимании того что материальное тело и сознающие живое существо это абсолютно разные вещи а разные тела которые мы наблюдаем это не просто какой-то вот непонятный продукт эволюции там какие-то простые сложные формы а это различные уровни или этажи развития сознания что живое существо согласно своей кармы карме получает более высокое или более низкое тело более высокое низкое имеется в виду по уровню сознания вот то есть ведическая эволюция она также не заканчивается на человеке современный человек говорит что вот люди это человек это венец развития до царь природы веды говорят нет не царь выше людей стоят полубоги ваши полубогов идут жители духовного мира вот то есть ведическая концепция эволюции показывает нам наш духовный первый исток духовный мир потом показывает нам наше прохождение через различные формы жизни от низшей до высшей и возвращение в духовный мир это будет полная эволюция понимаете да и мы конечно же не против такой эволюции а когда нам просто предлагают какие-то отрывки из обрывка что-то из материи там что-то такое произошло и на каком-то этапе развития материи вдруг появилось сознание ну простите я понимаю что это такая концепция современная вот но я с ней не согласен а ничем не доказуема и она не отвечает на большинство вопросов на самом деле о смысле жизни вот и поэтому эта теория эволюции она просто обслуживает как и груза современную идеологию атеизма материализма вот и лишая человека в принципе духовного прошлого духовного будущего и цель этой теории очень простая оправдать наше животное поведение вот если человек живет вот такими ценностями тогда его вполне устраивает эта теория эволюции а если люди более глубокомысленные то они эти не будут удовлетворены совершенно очевидно далее вопрос мило задает а были ли случаи попыток прорыва в храмы индии почему русским нельзя туда разве не все люди верующие равны но во первых может быть вы не знаете что закрыты для белых не только для русских вообще для белых людей всего несколько храмов в индии самый большой известный это храм джагнатха пури есть еще несколько храмов а во все остальные храмы пускают без проблем пожалуйста проходите это скорее исключение чем правило вот поэтому какой-то большой проблемы по этому поводу нет хотите прорваться ну получите там палкой по спине по голове от полицейских которые охраняются эти входы больше ничего не получите что касается допустим храма господа джагнатхи в пуре какой смысл туда рваться во первых во время праздника радхаята праздника колесниц он сам выходит можно посмотреть в этот день все могут видеть это божество кришны а во-вторых это божество она уже давно само эмигрировал на запад самого давно эмигрировал на запад вот и еще с 68 года в сан-франциско сан-франциско в 67 или 68 не помню уже 67 помню была первая радхаятра на западе господь джагнатха там уже появился и этих всех полицейских джагнатха пури он даже не спросил вот поэтому все несовершенства современного человека они вполне компенсируются планами господа вот поэтому особенной причины рваться в этот храм в пури в общем-то и нет далее олег панин задает вопрос а можно ли сказать что коррупционеры которые воруют миллионами и миллиардами следующей жизни по закону кармы будут нищими бомжами те кто получают богатство или артху нарушая закон то есть нарушает гарму то есть совершая насилие воруя обманывая так далее они живут в постоянном беспокойстве то есть фактически они не могут этим всем богатством наслаждаться спокойно они вынуждены все это распихивать там по каким-то офшором или записывает на родственников прямых и косвенных друзей там на всяких разных виртуальных лиц или какие-то там всякие левые предприятия вот какие-то юридические лица непонятные вот потому что параматма бог сердце которая является хранителем дхармут этого закона вот она он постоянно им говорит что что творишь да вот и хотя они не верят в бога может быть хотят на формально где там они и крестятся в церкви по праздникам как полагается да вот но по образу жизни совершенно очевидно что они не принимают высшую силу поэтому нарушает все законы вот поэтому постоянно все вот это вот их наслаждение она омрачена и они боятся всяческие кистам разоблачение и так далее вот им все это приходится скрывать и не могут открыто всем этим наслаждаться но в следующей жизни не могут стать крысами в тех же самых своих дворцах каких-то там богатых виллах и так далее или могут родиться в теплой африке вот и там имея немножко какой-нибудь там муки кукурузной смешивать с пойманными мухами или пить замечательные котлеты ты есть такой вариант тоже вот поэтому я видел сам на каком-то какой-то там выпуск на еще ланжи нашла geografic какой-то ты выпускали там эти бедные африканцы лепят этих мух ловят на какую какую-то там марлю размешивать этих вот лоба томых значит перетирает с этой мукой смешивает там солят получается дивные котлетки вот поэтому да это вполне закономерное будущее для людей которые ведут себя так противоречит харме далее олег задает вопрос почему в книге о кришне так мало а другой матери кришны деваки она слышала как ее муж пообещал ее восьмого ребенка отдать камсе она видела как убивают ее шестерых детей она выносила восьмерых но не воспитала ни одного какие были ее реакции мысли чувства где можно почитать об этом но на самом деле а деваки не так уж мало и написано если мы открываем десятую песню чем от бхагавата начиная с главы явления кришны вся предыстория вот это вот свадьба деваки васудева и так далее потом их заключение все их там мысли и переживания подробно описаны вот и там самом начале деваки то одна в принципе из таких ключевых действующих фигур вот но мы видим что как вы верно написали она в основном испытывала чувство любви в разлуке а приемная мать кришну поэтому сюжету по земному сюжету приемная да еще да вот она наслаждалась любовью от непосредственного взаимоотношениях с кришным вот у каждого есть своя роль в играх лишь на не ищите пожалуйста никакой несправедливости здесь это просто определенная сюжетная линия более того мы знаем что чуть позже когда кришна согласно пророчеству народы муни убил камсу дэваки и васудева были освобождены из тюрьмы также кришна вернул деваки и васудеви всех ее убитых сыновей сам так сказать вот из обители ямы их достал вот поэтому в общем то далее описывается что деваки вполне имела много возможности общаться с кришной когда кришна уже чисто внешне ушел из риндавана потому что внутренне он в риндаван не покидает но внешне вот по опять же земному сюжету нашел из риндавана и перебрался сначала в матхуру потом в двараку то васудева и деваки то есть его такие официальные родители не жили в двараке и у кришны было достаточно много возможности общаться с ним поэтому никакого дефицита общения не было с кришной на начальном этапе до жизни ее ситуация была весьма драматично но потом все вполне неплохо разрешилось олег м спрашивает насколько авторитетные ответы экстрасенсов и магов в телешоу битва экстрасенсов утверждают о связях с душами и духами умерших находясь при этом под влиянием низших гун с кем на самом деле они общаются можно ли доверять что можете сказать о контакте контактерах ченнелинга я честно говоря никогда не понимал какого-то интереса вот повышенного к этой теме общения с духами умерших людей но к моему великому удивление в россии это мега популярная вообще тема почему-то вот все что связано с умершими какая-то связь ними и так далее уж не знаю почему они так сильно так об этом беспокоиться нужно понять одну простую вещь что все те люди которые рвутся вот на эти шоу битвы экстрасенсов это люди конечно которые о себе очень высокого мнения и которые хотят прославиться и а по моим наблюдениям они хотят вот эту разрабатывать золотоносную живу потому что много наивных сентиментальных людей очень как эта тема им как то вот они интересуются и если вот они узнают что какой-то там экстрасенс видит слышит контактирует так далее вот то конечно же так сказать к нему народная тропа не зарастет постоянно у нее будет какая-то клиентура все будет а как там мои бабушки и дедушки мамы папы там и прочее прочее вот тема очень хлебная жила очень золотоносная вот поэтому как бы это такая вполне вполне понятно почему то сказать столько ажиотажа вокруг этой темы вот но я сам лично ни одной передачи не смотрел не могу сказать что они там говорят но с позиции знания могу утверждать следующее что когда человек оставляет тело то есть душа уходит тело остается здесь всего ли либо кремирует либо хоронят происходит несколько процессов процесс первый физическое тело в том виде в котором мы его знали перестают существовать соответственно речь о том что в виде человека в таком же облике она уже не идет понимаете этого тела просто нету я все время удивляюсь как люди настолько наивно верят что вот там мы несколько он меня эксцессент попросил покажите мне фотографию там это ваша родственника и да да я вот его увидел как можно этот бред верить может это тело уже сгорело или она уже сгнило черви сели понимаете этого образа уже нету это тело внешность была это определенный этап кармы человека со смертью эта карма закончена теперь вышло изнутри из тела вот это живое существо которое совсем по-другому выглядит уже тонкое тело душа это совсем другое у нее совсем другой облик поэтому если эти экстрасенсы даже в самом лучшем варианте действительно контактируют с этими душами вот то у них есть понимание что они с этой душой контактируют только потому что параматма которая прослеживает все эти вот связи между живыми существами она создает некий этот временный образ который соответствует ну вот этому образу нашего ушедшего родственника который мы можем узнать как о я видел там своего отца или свою мать в каком смысле видел тело которое мы привыкли них видеть его уже нет понимаете и поэтому это живое существо в тонком теле она уже по-другому выглядит вы не можете этого видеть и для того чтобы у нас создалось впечатление что мы видели отца или мать или кого-то там еще параматма этому живому существу такой облик придает понимаете вот и все то есть мы мы можно сказать так сказать контактируем с какой-то не знаю там голограммой с какими-то так сказать фантомом не с не самой то личность понимаете и параматма может нам сообщить какие-то новости до что с этим человеком все хорошо не беспокойся либо наоборот там у него все плохо требуется какая-то поддержка молитвы там какие-то ритуалы что-то еще вот все понимаете вот поэтому параматма через привычные образы нам те образы родственников которые мы привыкли она дает нам какую-то информацию о них вот и все самих этих людей в том виде в каком мы их знали уже нет а сами эти души 2 по 2 процесс который происходит после смерти 1 склад разложения тела а второй процесс который происходит отключается память понимаете вот потому что теперь когда мы оставили это тело все это отжитый участок истории о нем уже не нужно думать человеку нужно думать как двигаться дальше его не нужно тянуть прошлое приди там скажи что зачем это нужно это вот наш сентиментализм глуп глупый вот нужно наоборот человеку желать попутно ветра двигайся дальше не возвращайся знаете вот человек отправляется в путь и мы говорим нет нет возвращайся потому что мы по тебе скучаем вот такой вот эгоизм до который подается как вот такая сильная любовь любовь обозначает отпусти а потребительская любовь обозначает иди ко мне потому что я без тебя не могу понимаете вот то есть вот вот такие вот вещи они порождают тут какой-то неестественный интерес к этой вот теме что касается ченнелинга но это ченнелинг этот слова channel канал да то есть да действительно есть каналы между нашим миром высшим миром низшим миром вот по умолчанию люди думают что всю информацию которую не получая через эти вот ченнелинг это идет якобы сверху откуда взяли может быть снизу потому что есть низшие миры есть духи духи живут не наверху какая-то часть наверху буфар лока а многие внизу понимаете вот более того как в этом мире есть такие знаете люди их называют пранкеры любители кого-нибудь разыграть там позвонить кому-нибудь от и представиться кем-то другим и там ввести человека в замешательство посмеяться вот тонкий мир он тоже не свободен от таких существ поэтому все эти так сказать контактеры неизвестно с кем они там в контакт чтобы тут их вполне может разыграть поэтому за точность информации которые они получают эти контакты никто на самом деле ручаться не может вот какая-то может быть вполне дезинформация а может быть и и авторитетной информации поэтому здесь нет критерия практически понимаете определение вот и в связи с этим я лично доверяю только одной форме ченнелинга это ченнелинг называется шри гуру парампара то есть эта традиция передачи знания уж точно свыше не снизу а свыше кришна брахма и дальше пошли на рада вясы там и так далее вот и мы видим как вот это вот послание которое по этому каналу поэтому ченнелингу к нам приходит как она реально преображает жизнь во всем остальном я не уверен дмитрий иванов спрашивает получить человеческое рождение большая редкость и дар шансы получить его как у черепахи в шторм головой попасть в отверстие на крышке бочки в то же время гуна страсти на земле доминирует и в ней дается перерождение в человека это нравственные наставления или здесь присутствует статистика по логике получается что гуна страсти большая редкость к сожалению я сейчас точно не помню не было времени искать ссылку на эту информацию но если я не ошибаюсь тут немножко в этой аналогии есть некоторая неточность что это не редкость получения человеческого рождения равна тому что какая-то черепаха в море плавает и вдруг она решила всплыть и в это время она всплывает это проплывает дощечка на которой есть такая дырка от сучка и черепаха своей головой всплывает попадает ровно в эту дырочку от сучка то есть ну вероятность как бы такая крайне редкая да вот насколько я помню это аналогия она приводится не связи с редкостью человеческого рождения а связи с редкой возможностью встретить настоящего духовного учителя если они путают конечно сейчас точно у меня подругой ссылки нет вот и если это так то в общем да потому что во первых людей их очень мало по сравнению с животными растениями большая часть живых существ по межмеренной земле это низшие формы жизни мы говорим ой перенаселение земли 8 миллиардов как много так много вот это очень мало очень мало по сравнению с другими живыми существами почитайте там все эти растения там какие-то насекомые все прочее их вообще в несколько порядков больший раз чем нас вот поэтому построить и они все в невежестве находятся поэтому гуна страсти конечно же по сравнению с этими низшими формами жизни она редко встречается а среди людей рожденных страсти еще реже встречаются те кто ищет духовности а среди тех кто ищет духовности еще реже встречается те кто обретают духовного учителя вот насколько я понимаю именно в таком контексте была дана эта аналогия далее задает вопрос человек с именем грехомедха я читаю 8 кругов джапы стараюсь иногда а стараясь иногда пропускаю если сильно устал можно ли делать перерывы между кругами или лучше сразу 8 не будет ли это оскорблением прочитал два круга пошел позвонил или поел и потом продолжим если утром не могу встать то вечером читаю это неправильно я пытаюсь преодолеть свою лень и усталость от материальных дел я балбес спрашивает но если вы стараетесь то вы не балбеса вполне так сказать духовный воин который идет по этому пути преодолевая свои трудности лично я шел к этим восьми кругам несколько лет вот когда впервые услышал мантру где-то восемьдесят третий восемь четвертый год пробовал и повторять потом бросил потом опять начал опять бросил и где-то с восемьдесят восьмого года уже начал восемь кругов читать тоже было нестабильно вот потом постепенно 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 дошел до шестнадцати кругов то есть для меня это была долгая борьба поэтому в принципе мы как говорится с вами в одной связке я был из той же категории может быть даже больших балбесов вот поэтому все познаются сравнение вот я тогда правда был один не было никакого общения и как бы так сказать в одиночку продирался сквозь джунгли вот пока я только встретил преданных уже там восемьдесят восемьдесят девятый год тогда уж как побыстрее все пошло вот поэтому нужно понимать что ум наш он адаптируется у всех по-разному с разной скоростью в духовной жизни как раз вот нужно идти вперед постепенно лучше идти вперед постепенно поступательно и утверждаться на каждой новой ступени чем одним прыжком попытаться сразу скачать на вершину а потом кубрием также туда скатиться вот поэтому иногда бывают случаи таких людей которые так вот быстро все мгновенно приняли и они так сказать ну такие хорошие образцы вот но это скорее исключение чем правило поэтому арен не ориентируйтесь на них то есть вы имеете ввиду что из просто есть разные люди но внимательно слушайте себя то есть насколько вот вы как бы можете все эти вещи осваивать да потому что если вы сразу впрыгиваете в какие-то нереальные для себя стандарты вот потом ваш ум просто не выдержит как вот я только что проводил пример как вот на вершине где разреженный воздух вы не можете находиться если вы не подготовились к этому вот поэтому лучше двигайтесь постепенно но без срывов чем сразу резким рывком а потом срываться второй вопрос от того же автора если у человека тяга именно к женщине можно ли медитировать на радху в духовном мире и служение ей как мужчины преодолевает свою обусловленность и пытается полюбить мужчину кришну и еще хотят быть его гопи женщинам наверное проще кришну полюбить как пурушу мужчин или нет все очень просто есть привязанность к женщине нужна женщина идите женщину ведь не такая большая проблема не нужно трогать радху в этом плане радхаране это не какая-то мирская женщина если вы думаете что свою тягу какой-то мирской женщине вы каким-то образом преодолеете думая радхаране не нужно так думать вот если вы хотите есть не думайте что вы еду замените сном там или чем-то там еще вот то есть есть какая-то потребность у вас решить эту потребность материальный мир такие возможности предоставляет вот значит и нужно понимать что духовная жизнь настоящая духовная же начинается с момента когда мы поняли свое отличие от тела каким бы она не было мужским или женским вот то есть когда мы поняли это уже так хорошо философски мы продолжаем играть в этом мире свои гендерные роли там кто мужчина кто женщина вот но внутренне мы уже понимаем что у нас есть вечное другое тело другая роль и как там уже внутренне это допускаем принимаем и не знаем какое еще наше это духовное тело но мы понимаем только одно наверняка что тело слуги бога в какой форме служения это проявится позже вот и любим мы кришну не обязательно связи с тем что он первый мужчина а связи с тем что он самая привлекательная личность любить его можно также в роли друга не обязательно вот в роли такого возлюбленного если у человека такие амбиции что хочет матхури расы именно в этих отношениях таких с кришной как вот гопи ну да это цель высокая достойная но он должен понимать что в этом случае мы придется сменить тело на тело женское ему придется родиться в том месте где сейчас кришна являет эти свои вриндаванские игры получить тело гопи женское тело и в этом теле уже связать матхури расу вот в мужском теле развить матхури расу ему сложновато поэтому здесь нужно понять что вот такие вот как бы такой эволюционный процесс при переходе уже вот но на уровень развития расы происходит смена тела смена смело смена смена пола вот поэтому я думаю что вам не нужно форсировать час эти вот моменты вот нужна женщина найдите женщину радхарани так сказать она совсем для другого вот радхарани это хотя тоже женщина но это не для вас женщина вот это женщина для крышны вот и она другой природы обладает то есть ей никто наслаждаться не может и ни в каком виде так сказать ее в свою какие-то там материальные фантазии помещать не надо да и не нужно думать что вы можете мыслями о радхарани преодолеть свои материальные какие-то потребности вот хотите есть ешьте понимаете нужна женщина идите женщину вот и постепенно занимаясь духовной практикой поймете что вы не тело и тогда радхарани и кришна уже без всяких наших так сказать материальных примесей в понимании предстанут перед нами в том виде в каком они должны быть то есть это объекты нашего служения нашего поклонения лев спрашивает я вижу что запад через предателей внутри россии пытается устроить переворот в нашей стране основной способ посредством интернета пропаганда среди молодежи радикальных настроений при этом вход идут любые уловки по принципу цель оправдывает средства обман запугивание денежное вознаграждение как должен поступить преданный который видит эти тенденции остаться в стороне руководствуясь пониманием что кришна все контролирует или активно включиться в борьбу против попыток развалить страну а перед тем как активно включаться в какую-то деятельность сначала нужно немножечко изучить вопрос и я вам рекомендую вот что изучите это не так сложно историю советского союза страны которая собственно говоря при чем была причем предшественницей от этого нашего на нашей нынешней россии вот и советский союз это страна была небольшой долгожитель 73 года да она прожила не более того попытайтесь понять причину почему он развалился многие люди кричали что тоже вот запад значит холодная война это все пропаганда вот кто-то даже уж не помню насколько это все реалистично говорил там на каких-то чуть ли там не закрытых этих самых соседаниях цк что вот там три вещи развалили советский союз значит кока-кола рок-н-ролл и харе кришна вот не знаю насколько все реалистично но такая байка ходила какое-то время вот то есть так или иначе какой-то внешний враг вот он стал причиной развала советского союза вот но в действительности если мы внимательно посмотрим то причина была внутри да какая-то там холодная война со стороны запада была без сомнения у них своя таска свои задачи своя пропаганда вот она если бы наша страна внутренне была сильна этого бы не произошло то есть вот эти вот идеи марксизма ленинизма вот и вот эта версия коммунизма она оказалась какой-то не очень жизнестойкой похоже вот и последние годы существования этого советского строя они выглядят достаточно странно я помню хорошо это время я был уже вполне взрослым человеком чтобы понимать что происходит вот и я видел сильный сильный перекос или сильное противоречие между тем чем жили люди внутренне то есть уже все шептались все же по все уже совсем другими вещами жили да вот на кухнях были одни разговоры вот а с трибун по-прежнему неслись вот эти вот пламенные речи в скорой победе коммунизма о неизбежном загнивании капитализма там и все прочее все прочее но произошло в конце концов все наоборот да то есть этот самый развитой социализм вдруг куда-то делся вот и опять превратился в капитализм а запад так никак и не загнил да сколько бы мы его не хоронили не хоронили а он все как бы жив вот поэтому вот изучив просто немножко историю которая повторяется мы можем понять примерно что происходит сейчас если вам кажется что какие-то внешние силы допустим там какая-то западная пропаганда или что-то еще является причиной того что в стране там у нас какая-то может быть нестабильность то это лишь если есть эта причина лишь одна из да вот а на самом деле причины всегда в основном внутренние если у человека сильная иммунная система то внешние вирусы там какое-то переохлаждение или наоборот там жира и так далее они его сильно не выбьют из нормального состояния потому что у него сильный иммунитет но если у него иммунитет внутренней ослабленности но внутри слаб тогда эти внешние влияния они легко могут вызвать какие-то заболевания и даже смерть человека вот точно так же не будьте пожалуйста наивным да конечно же это сказать есть внешние враги а есть также еще и пропаганда которая пытается просто сместить внимание людей с внутренних проблем на внешний ведь вон там вот вон они враги все да вот хотя как я уже сказал враги бывают и внутренние и внешние и как правило это все вместе работает то есть внешний враг не может победить если внутри вот этот дух силен допустим пример той же самой вот это великой отечественной войны то есть начальном этапе германия очень сильно теснила россию практически ссср точнее до к москве уже почти подошли вот и то есть вот по своей силе германия ну реально превосходила советский союз но когда уже поняли да что вот если сейчас мы не мобилизуемся то будет полный так сказать финиш этот внутренний дух какой-то определенный перелом произошел и пошло обратное движение наступление в конце концов там полная победа вот то есть через мобилизацию внутренних сил этот победа произошла поэтому я думаю что надо не западом бороться нужно бороться за укрепление внутренние силы людей это уже на самом деле часть внутренней политики вот поэтому если стране нормальная внутренняя политика или чувствуют что о них заботятся у них есть какие-то там нового гарантии свободы возможности что ну как бы их тут любят да что они и есть самая суть вот тогда они не будут стремиться каким-то там революциям переворотом да вот но если внутри страны политика какая-то не совсем прям скажем такая зрелая дальновидная вот люди до какой-то поры терпят терпят потом говорят ну сколько же можно да вот и при этом нельзя будет сказать что какие-то там если они устраивают какие-то бунты что виноват в этом запад совсем нет то есть допустим а вот дом в котором я сейчас нахожусь веду запись этот дом был построен 71 году здесь мы въехали сюда летом 71 года и уже сейчас 2021 я 50 лет живу в этом доме это обычный панельные четырехподъездный девятиэтажный дом советской эпохи подарок 24 съезду кпсс вот и когда мы приехали сюда были люди 91 года это это такая окраина города это не центр вот и тут инфраструктуры практически не было все было очень плохо потом как-то все это сказать более-менее да вот за асфальтировали сделали там все понастроили там понасажали деревья все все нормально вот но где подъезды вот это фасадная часть дома нормально а вот задняя часть дома там до сих пор ну как бы не положили асфальт 50 лет прошло понимаете там идет колдобины такие ну какие-то ямы ночью обычный что это советский союз да вот как как слышал не читал где-то входит там наклейка там где заканчивается асфальтом начинается россия вот вот примерно так да вот я думаю сколько еще десятков лет нужно прожить в этом доме до чтобы заасфальтировали вот территорию за домом потому что фактически эта территория за домом является единственным местом подъезда к дому со стороны подъездов в дому такая здесь у нас ну такой ландшафт что не подъедешь с другой стороны и вот нужно чертыхаясь по этим всем голдобином обижать весь дом чтобы концом окна подъехать и это что происки запада вы считаете вы думаете реально что это происки запада вот я думаю что это полная головотяпство несостоятельность местных властей и это все честно говоря патриотизма не добавляет вот поэтому если в стране проводится какая-то вот нормальная внутренняя политика ли чувствует заботу тогда что бояться внешних врагов а если внутри скажем так все мягко выражаясь далеко от идеала вот тогда да вот мы становимся внутри слабыми тогда начинаем беспокоить по поводу внешних угроз вот поэтому я вам предлагаю поглубже немножко понять ситуацию и если вы хотите какие-то свои силы вот потратить с пользой в социуме то найдите место приложения достойное что куда проще бороться так сказать с нашими там казнокрадами и бюрократами чем объявлять войну западу я не думаю что вы можете победить америку или европу да вот поэтому если хотите с кем-то сражаться сражайтесь с внутренними врагами они здесь на каждом шагу понимаете дальше ольга л спрашивает я часто слышу что живые существа такие как микробы живут в воздухе в воде в теле человека и животных получается у них тоже есть душа а если нет то что их делает живыми а что такое вирусы говорят что они тоже живы про коронавирус говоря что он еще и умный что они мутируют меняются все живые существа включая микробов это конечно души с такими примитивными простенькими телами вирус это химическое соединение которое меняется не потому что она умная а потому что некая разумная сила управляет этими вирусами в более ранних выпусках об этом более подробно говорил уже повторяться не буду антонина задает вопрос почему сейчас не видно личности такого пилотажа как махараджа притху махараджа арджуна посему сейчас не видно таких кшатрия в преданных бога неужели у господа нет какого-то такого плана через верх то есть наше время беспил бесполезно стремиться к власти тогда по сути существует лишь один смысл распространять духовное знание или духовную энергию других формах просад святое имя или помогать в этом такие кшатри именно которых вы назвали ютхиштхира парикши тарджуна если бы они сейчас были они кальюгу бы не допустили хотя я скажу с оговорочкой что парикшит кальюгу допустил потому что как раз начало кальюги как раз совпало с началом его правления вот итак смотрите кальюга потому и началась что кали вошел в сердце брахмана по имени шринги этот брахман шринги глупый пацан вот проклял царя парикшита и этот парикши был по сути таким последним настоящим ведическим царем он был внуком пандавов вот и чтобы кальюга продолжалась ведических царей не должно быть понимаете поэтому кали начал свою власть именно с того что он убил последнего ведического царя парикшита ну что иначе то царь не дал бы так сказать ну возможность развиваться вот и в действительности как я сказал что когда парикшит этого кали встретил он хотел убить сначала но кали сдался на его милость ведь я твой подданный также я сдался поэтому убивать мне нельзя парикшит сказал хорошо живи но живи только в таких ограниченных местах вот и он называл это четыре места которые связаны с четырьмя этими базовыми грехами вот но кали понял что ему нужно экспансировать поэтому он убил парикшита теперь его установить практически невозможно вот то есть фактически сейчас по расписанию кали юга кришна в эти вещи не вмешатся потому что это порядок установлены им самим как существует четыре времени года весна лето осень зима каль юга это зима кто и может остановить мы не можем остановить зиму вот во время этой зимы реализуются определенные программы которые должны быть но сейчас благодаря этому духовному знанию вот у нас появились возможности определенные духовные вот и поэтому те кто хотят практиковать духовную жизнь они и практикуют им каль юга сильно так не мешает а большинство людей не хотят сейчас дай людям настоящего ведического царя они все взводят понимаете потому что много чего закроется на закроются все эти скотобойни закроется там прекратится ну в общем практически вся греховная деятельность будет запрещена она будет преступлением объявлены понимаете вот и люди люди кали юге они к этому не готовы вот поэтому люди которые хотят чистой жизни они себе сами и устраивают а остальных их вполне зако устраивает эти вот законы кальюги им как раз нужны те самые законы которые легализуют грех потому что в кали югу рождается кто рождается грешники вот поэтому сейчас через власть вы не сможете каких-то позитивных изменений добиться это невозможно власть как раз способствует развитию кальюги она на то и поставлю фактически вот только благодаря проповеди духовного знания люди которые готовы они будут позитивную сторону менять свою жизнь елена спрашивает кришна приходим похожий вопрос стать рядом поставил чтобы тема развялась а кришна приходит чтобы восстановить устои религии утолить разлуку своих преданных и защитить их кришна пришел перед кали югой у меня вопрос почему же все таки а нас настало это кали юга ведь устои религии должны были возродиться и демоны были уничтожены как мы знаем у прихода кришны три цели паритраная садхуна винаша чудушкой там дарма сам стопан артая вот то есть уничтожение демонов кришна уничтожил это он сделать эту целью справился порадовать преданных паритраная садху нам порадовал и в свои игры и так сказать это все вошло в описании теперь мечтаем всем этим погружаемся эти вещи восстановить дхарму тоже восстановил как уничтожив демонов которые мешают и он дал послание бхагавадгиты форме вьясадева кришна записал веды и в частности шимат бхагава там главное произведение вот для нас а то что кали юга пришла опять же вот этот неизбежно как зима вы не можете эту зиму установить но сейчас вы можете к ней подготовиться и теперь когда мы живем в условиях кали юге у нас есть индивидуальные средства защиты которые нам дал господь читание да святые имена шила прабхупада как его представитель дал это знание дал процесс показал как вот существовать обществу преданных что вот это вот какая-то у нас была взаимная поддержка коллективная духовная сила вот господь читание показал как в условиях кали юге предаться богу кришнах конца бхагавадгита говорит предайся мне вот как это практически сделать вот через процесс воспевания святого имени и вот это вот практика которую дал господь читание она является общем-то иллюстрацией к одному из последних наставлений которые дает шукадеву госвами этому самому царю парикшиту в конце шимат бхагава там где он говорит калер дошанин хей раджан астихе камахат гунан киртанат его кришна ся могта санга парамвраджет он будет о царь кали юга это океан порока вот но есть в нее одно достоинство если человек просто воспевает святые имена кришны киртанат его кришна ся тогда мукта санга он освобождается парамвраджет и входит в высшую реальность далее вопрос антонины по жизни я всегда делала неправильный выбор который приводил порой к ужасным последствиям в тот момент времени конечно я считала свой выбор верным почему человек делает неправильный выбор что необходимо чтобы делать правильный выбор выбор определяется пониманием нашим жизни и нашими ценностями ценности это то что вот как бы и является таким ну компасом ориентиром вот эти наши ценности они всегда определяют выбор то есть вы пошли куда-нибудь до что-то покупать вы покупаете то что вы считаете для себя ценным какие-то другие вещи вокруг тоже да но они вас не интересуют они для вас не является ценностями поэтому вы их не берете а другие берут их может у них другие ценности итак смотрите допустим человек находится в невежестве да и он не знает что мясо это продукт насилия он знает но он не понимает насколько это все серьезно да вот и поэтому он смотрит там на сети колбасы там какие-то окороки там и так далее и покупает это у него нет знания и у него есть определенный низший вкус низшие ценности он покупает это потом что-то произошло он повстречался с преданными изменился вкус изменилась понимание теперь он приходит в магазин он в сторону всех этих вещей даже не смотрят покупают другие продукты и так мы видим что он делает другой выбор почему по что изменилось понимание изменилась ценность изменить вкусы вот так меняется наш выбор катя спрашивает с близкими у нас более сильный контакт на уровне душ может поэтому мы так сильно привязываемся мы не знаем какое духовное тело у души а воспринимаем ее как материальное тело на которых у нее уже было много разных отражает ли материальная оболочка в чем-то сущность души узнали бы мы ее в духовном мире человек проявляет в отношениях которыми мы так дорожим нашу личную карму карма не он а лишь временное умонастроение рожденное желанием отражает ли желание в чем-то душу душа покрыта не только телом физическим она покрыта сначала в первую очередь тонким телом ложное эго материальный разум ум и лишь потом физическое тело вот поэтому сейчас вот это наше внешнее тело она больше выражает настроение ума они души вот потому что как и говорю физическое тело и душа они не прямо связаны не связаны через тонкое тело вот и тонкое тело выступает в роли такого временного заменителя души поэтому физическое тело выражает настроение ума и настроение души душа глубже находится вот единственное что отражает стремление или желание души это стремление к счастью потому что душа стремится к анальди к блаженству да и вот теперь а в зависимости от того под влиянием какой гуны находится человек его ум точнее вот уже в этой сфере в этой гуне человек ищет какого-то счастье да вот зависимость от своей гуна кармы какой нибудь арабский шейх вот его счастье наслаждаться с различными красавицами которых ему поставляют различные модельные агентства со всего мира а птичка наслаждается червячком которого она поймала и у каждого свое счастье согласно его гуна кармы вот это само стремление к счастью она исходит из души дальше тот же автор катя спрашивают почему кришна разрывает наши отношения с близкими наверное в отношениях где сильная привязанность мы слишком фокусируемся на человеке а наша духовная сущность может проявиться лишь в отношениях с кришной может поэтому он развивает наши привязанности потому что полностью наша природа раскрывается только в отношениях с ним он хочет видеть наслаждаться тем как она раскрывается и ему скучно или ради нас он вытаскивает нас из заграничного пространства земных отношений катя у вас очень необычная манера задавать вопрос вы задаете вопрос тут же сами отвечаете на него вот от меня требуется только такое сказать да или нет то есть в принципе если вы хотите меня развернутые ответы получать не нужно самим отвечать на эти на эти вопросы потому что значит как бы странно получается вот я как бы уже и не нужен потому что вы сами ответили вот кришна разрывает наши отношения только с близкими он также разрывает наши отношения с врагами вообще с любыми с нейтральными с близкими с далекими со 7 и делает это кришна не лично делает он это через силу времени и делает он это для того чтобы показать что эти все отношения иллюзорные болезненные и так далее вот и он не просто это делает а он также предлагают позитивную альтернативу он предлагает себя какого-то высшего объекта любви вот поэтому здесь нужно просто понять что материальный мир это определенные условия существования и здесь все что имеет начало то имеет и конец это бы правило игры вот поэтому здесь нужно просто понять что вот эти вот наши привязанности и чувство радости любви которая мы испытываем благодаря привязанности она потом обязательно будет компенсирована таким же количеством боли в момент разлуки там смерти потери там или или еще чего-то вот и до тех пор пока нас это все устраивает мы будем играть в эти игры но в тот момент когда человек скажет себе достаточно я больше не хочу играть в эти игры я хочу чего-то другого настоящего с этого момента он может уже более серьезно принять то предложение кришны которые он дает он говорит вам мама на оболом от бак то мам я джимам на маску румы думая обо мне общайся со мной служи мне выражаем мне почтение то есть так ты придешь ко мне вот эти как бы начальные такие формальные отношения да там почтение поклоны там туда все это не обязательно так она будет вечности это просто такой как бы начальный протокол а когда живое существует проходит общее знакомство с кришной потом уже начинается уже более сладостные неформальные отношения но тут как говорится всему свое время антонина спрашивает в 59 выпуске в ответе на последний вопрос вы сказали что невозможно жителям северной страны перенять какие-то элементы ведической культуры культуры индии как южной страны какие элементы культуры вы приняли использовать из своей жизни помимо замены махровых полотенец гамчи что мы как жители северной страны можем принять и использовать нужно понять что в первую очередь мы должны принять универсальное знание знание не индийское знание духовное знание не обладает национальной окраской и так вот это вот знание видение она постепенно меняет вокруг нас картину и мы понимаем что теперь это знание нужно каким-то образом воплощать на практике то есть приходит время культуры как знание теперь должно какие культурные формы должны приобрести как мы должны одеваться питаться себя вести там реагировать на теле иные вещи действия тех или иных ситуациях и так совершенно очевидно что знание духовное универсально но некоторые по меньшей мере внешние аспекты не внутренние внешние аспекты культуры не всегда будут локальными потому что не часто связаны с климатом вот люди одеваются согласно местной погоде климата они питаются теми продуктами которые растут в их местности вот сейчас мы привыкли вот ну благодаря всей этой активности международной торговли что где угодно в любое время года вы можете там еще хотите и манго и и так сказать там какие-то там бананы и яблоки и груши что хотите да вот то есть это вот благодаря международной торговли раньше этого не было такого активного да и люди питались тем что растет в их местности это более может быть натуральным а потому что если вы будете в северной стране регулярно есть некий банан и рис вот то значит регулярные запоры и болезни связаны с накоплением слизи капха-доши так как эти бананы и риса такие продукты капха данный слиз выделяет много еще северном тоже всегда связан с капха-доши потому что здесь слякоть холодно да ну по меньшей мере большую часть времени ну с осени по весну это уж точно да вот то если вы в климате где доминирует это вот капха-доши будет питаться продуктами капхи вот то соответственно будут соответственно такие такие же проблемы вот что я конкретно принял теперь из этой культуры то есть я принял духовное знание внешнюю культуру я всю эту принять не могу потому что она не соответствует климату до большинства продуктов которые растут в индии ну здесь их нету да или даже если они есть вот они не всегда вот по сезону подходят вот одежду тоже там носить совершенно непрактично до храм это понятно одно повседневной своей жизни это непрактично вот поэтому что я принял вот я принял омовение каждый день утренние это вот йога каждый день упражнения утренняя молитва освещение вегетарианской пищи значит питаться согласно своей конституции и времени года потому что времена года меняется и пища обязательно диета меняется в разные времена года вот перестал есть вчерашнюю пищу имеется ввиду вот приготовленные вчера зерно там эти бабы и овощи вот такие вот вещи супы какие-то это все уже на следующий день это уже имеет себе сильный элемент а мы или токсинов поэтому этот отказался полностью сегодня приготовил немного съел все завтра и готовлю следующий вот учет времени при начале дел но это уже конечно требуется некоторое знание астрологии хотя в этом плане это не так что прямо там абсолютно фанатично но когда какие-то важные дела я смотрю так сказать когда благоприятное время вот стараюсь видеть бога во всех проявлениях потому что это самое главное смотреть на мир глазами священных писаний духовными глазами вот потому что именно это видение духовное она так скажем препарирует реальность и теперь я вижу не просто людей какие-то события какие-то предметы а я вижу действия гун взаимодействия гун взаимодействия кармы силы времени эти вот все такие вещи дашь их смотришь на разных людей как они себя ведут смотришь на человека там со светлой кожей рыжими волосами и понимаешь то сказать что через какое-то время сейчас будет взрыв вулкана да потому что это много огня в человеке пита даша вот или как там ведут себя люди там с конституцией капха или вата вот то есть смотришь как бы вроде бы на мир но через призму знания этот и действия дождь действия гун действия времени действия кармы вот это дает бы дополнительное измерение начинаешь понимать вообще чего ожидать от ситуации от людей вот и это развеивает многие иллюзии пробуждает к реальности то есть дает такое ну реалистичное что ли ожидание от жизни и благодаря этому реалистичному ожиданию и видению можно спокойно заниматься духовной практикой не обманываясь какими-то ложными надеждами и ожиданиями ну вот это то что я принял из области внутренней культуры а внешняя культура на как правило всегда локально дима иванов если безличное блаженство в личном отношении это кришна то безличная зависть в личном отношении это демоны потрясающая мысль ничего не понял демоническая личность это личность полная демонов или это есть демон может ли личность поменять свой демонический код шимат бхагаватам 1324 сказано что будда внешне отверг веды чтобы отвлечь демонов завистников преданных речь о демонах внутри нас или о конкретных людях если человек привлечен буддизмом а будучи знакомым с ведами можно ли говорить о наличии зависти в нем даже если и не осознанны дмитрий учитесь как-то проще выражать свои мысли безличного блаженства и безличной зависти не бывает потому что и блаженство и зависть переживает все-таки личность какая-то человек вот что касается смены демонического кода это сложно это глубокая такая так сказать прошивка вот и кришна как правило не занимается просветительской и воспитательной работой с демоном он их просто убивает вот и благодаря тому что он их убивает они получают освобождение теперь они могут начать с чистого листа уже вот потому что как вы верно заметили демонический код его поменять очень и очень сложно вот что касается демонов внутри нас то это остатки демонических тенденций форме импульсов вожделения зависти там этого гнева жадности иллюзии безумия вот то есть это не обязательно будут доминирующие состояние но они иногда могут вырываться как такие вот некие рудименты что называется вот потому что где-то когда мы уже давно здесь живем им побывали там были сказать и демонами кем мы только не были поэтому в нас много чего так сказать намешаны вот и есть у меня семинар даже давал его по моему если не ошибаюсь какой же это был год по моему 17 или 19 в сан-хосе в сша назывался 6 внутренних врагов посмотрите там это на эту тему и более подробно говорю вот касательно буддизма и вет а ну я думаю что выбор в сторону буддизма сделает человек который светами знаком только очень поверхностно если он знает веды глубже то он такой выбор никогда не сделает вот просто согласно шима от бхагава там явление будды и распространение его учения связаны было с определенным историческим этапом с определенной исторической задачей вот когда не то чтобы люди ответ отвернулись а просто наступила калиюга этот большая часть ведического знания она стала во многом непрактично имеется ввиду из области кармаканды ритуальная сторона вед и поэтому все превратилось в насилие над животными животные больше не получали новых тел после яги нормальных ну как они получали но не те которые надо вот и поэтому буду отверг эти веды вот такая ситуативная ситуативное было решение но буддизм принципе свою историческую дачу уже давно исполнил поэтому он сейчас как-то особенно уже ты не развивается они не проповедуют буддисты вот они так вот как это локальные такие очаги где-то есть и все поэтому буддизм это определенное мировоззрение когда люди устали от страданий вот им хочется какого-то освобождения но при этом нет желания служить богу на таком уровне можно привлечься буддизмом вот когда другой человек не вообще не понимает вернее других других вариантов других вот этих вот альтернатив вот поэтому вот все что я могу по этому поводу сказать вот если он поглубже познакомиться с ведами он искренне то вряд ли он буддизму отдаст предпочтением ольга спрашивает что вы думаете насчет сандживани это реально душу в тело вернуть сейчас это в индии практикуется сандживани буквально обначает оживление или реанимация определенная вудупи в храме кришны и в их внутреннем комплексе я видел такой интересный лозунг вишва сандживани вишва обозначает вселенная сандживани оживление реанимируем всю вселенную они там имели ввиду что при помощи распространения духовного знания вселенная должна ожить в смысле духовно пробудиться вот в этом смысле сандживани в буквальном смысле слова оживление это редкий случай не для всех и не всегда допустим шимат багата мы встречаем ситуацию когда народ дому не оживил сына махараджи тракету на время на время чтобы он дал этот сын наставление своему отцу и потом дальше ушел продолжил свой путь также мы встречаем описание как шукрачарья учитель демонов оживлял своих демонов потому что он имел на то особое благословение а вот допустим учитель полубогов брехаспати такое благословение не имел поэтому он сандживани этим искусством не владеет вот но и в высшем смысле мы понимаем что смерть это воля бога если кришна кому-то пришел в форме смерти ну кто может ему помешать вот поэтому в большинстве случаев техникой сандживани практически никто не владеет далее никита спрашивает почему некоторые так негодуют что русский стал кришнаитом раз русский значит православный вообще-то русские были язычниками об этом не любят христианские священники говорить будто они изначально все верили во христа а вообще русь насильно крестили и теперь они кидаются и обвиняют других людей в другой вере ереси и прочее вопроса не прозвучало поэтому не знаю на что отвечать вот нужно только сказать что это конфликт на уровне тел отождествления русские не русские одна религия другая религия вот это все конфликт на уровне борьбы за паству за сферы влияния за деньги за статус и более ничего то есть все это не имеет никакого отношения к душе потому что потребность в боге потребность боги религиозная потребность она исходит из души не из тела вот лично мне абсолютно все равно кем были русские раньше язычниками и теистами пантеистами или еще там кем-то вот я получил духовное знание благодаря этому духовному знанию я понял что я не русский я понял что я душа русские это просто тело временное которое вот родилось в этой стране там по своей карме вот где дальше там куда пойду не знаю вот если вот это вот понимание что я не тело она дает большое облегчение вот русский равно православный но эта концепция которая взята из идеи что вот православие это вот это вот как это государственная религия в том смысле что она когда этот вот киевский князь владимир принял вот этот православие в крещении я уже в прошлый раз говорил об этом да для чего он это сделал и для того чтобы объединить вот это вот разрозненные племена славянские то есть задача была сугубо такая политическая утилитарная отсюда пошла вот эта вот концепция что русский равно православный вот то есть это политическая идея это не духовная идея абсолютно вот поэтому те для кого религия это просто инструмент влияние или какой-то инструмент такого патриотического объединения людей вот какие там них манипулятивные цели они с религией связывают они конечно беспокоятся связи с тем что да какая-то другая религия появилась они это смотрят на это смотрят как на как какую-то такую конкуренцию поэтому они пытаются вытеснить да с рынка религиозных услуг всех других конкурентов закономерным вот но с другой стороны нужно понять что мы сейчас живем в условиях ну относительно информационной свободы доступности неполной конечно весьма так сказать весьма большой информационной доступности по меньшей мере пока что у нас так сказать работает интернет не блокирует там youtube и так далее вот то это обозначает что будут какие-то идеи проникать и будут находиться последователи этих идей в общем-то большая часть мира уже адаптировалась к этой вот концепции плюрализма мнений плюрализма мнений что в одной стране могут быть представители разных каких-то там менталитетов и так далее это не обязательно будет страшно и плохо вот но только может быть там не знаю северная корея осталась сказать страной где-то вот монополия на веру и мысли вот а все остальные которые уже учились осуществовать поэтому я думаю что вот это вот какая-то реакция что типа это все наши вот колоническая территория все остальные пошли вон эта реакция она постепенно должна уже уйти и смениться чем-то более зрелым то есть если мы окажемся на одной территории ну давайте искать как-то существовать разговаривать там искать какие-то точки соприкосновения вот ну есть надежда что нас течение времени какие-то может быть более молодые прогрессивные священники такую политику и будут исповедовать далее елена спрашивает вы сказали что обстоятельства и место смерти предопределены также вы говорили ранее что дата смерти точно не предсказано лишь идет градация короткая жизнь средняя или длинная верно ли я поняла или время определено также момент зачатия но не момент зачатия момент рождения момент зачатия никто прочитать не может это крайне сложно все допустим могу привести пример известным пожалуй на самый известный был астролог двадцатого века доктор бангалор винката раман из южной индии вот он еще в сороковые годы двадцатого века предсказал свою смерть а он умер если я не ошибаюсь это восемьдесят шестом или восемь седьмом году чем короче больше чем за 40 лет до своей смерти он предсказал свою смерть с высокой долей точности он ошибся может быть там на 1-2 месяца в этом мелочь вот то есть ну у него такое видение особое был непростой конечно человек был вот то есть есть определенные факторы которые могут жизнь немножко удлинить немножко сократить вот но в целом категория жизни она не меняется средняя средняя короткая или длинная вот хотя бывают определенные какие-то фатальные случаи когда вот коррекция это удлинение или сокращение невозможно когда слишком много каких-то таких вот ну прицельных однозначных факторов которые все бьют в одну точку вот поэтому в общем я продолжаю утверждать что категория жизни не меняется долгая средняя длинная вот в рамках этих вот категории какие-то флуктуации определенные могут быть вот но иногда при наличии большого количества каких-то однозначных факторов это время остается фиксированным практически неизменным далее вопрос задает наталья борисовна тюняева шимат бхагаватам говорится о югодхарме как о совместном пении святых имен киртан а что тогда делать людям не входящим в организацию вас маленький процент как же может быть югодхарма если в искон только небольшое количество людей я тоже преданное читаю джапу но входить в искон не думаю так как не потяну такие стандарты и вы вышли как я понимаю чутка себе не узнаешь о джапе же о джапе речь же не идет везде написано совместное воспевание а если мне не с кем я что не могу от кармы освободиться если будут джапу читать они киртан но начнем с того что никуда не уходил вообще-то я не собираюсь вот просто 2014 году я сдал все свои официальные посты более сказать молодому поколению это сейчас я перешел в такой ну более пенсионный режим скажем вот но я также член организации я следую всем законам и так далее вот и здесь нужно понять одну простую вещь у нас нет такого бы официального членства в организации ну можно сказать условно до что член организации те кто получили посвящение дикшу условно но если вы решили прийти в храм никто вас не спрашивает покажите ваш членский билет или в этом инициирование инициированы храм открыт для всех людей вот поэтому можно не будучи официальным членом организации приходить в храмы или проповеднические центры и петь там со всеми киртаны это это не возбраняется абсолютно и никто от вас не требует что вы должны там после посещения храма обязательно стать членом общества нет здесь все очень очень в этом плане либеральным вот и поэтому нужно понять одну простую вещь что если допустим вы не хотите по каким-то причинам приходить в храм или допустим нет возможности может быть вашем городе нет храма другой вариант это то что предоставляет нам от современные технологии пожалуйста вы можете включать киртан видео аудио вот который вам нравится и подпевать также будет работать понимать это работает конечно это может быть не в полной мере заменит нам а вот живой кирта но если нет возможности да то вот это тоже хороший вариант марина прокопенко как правильно самой себе поставить тилоку водой чтобы было незаметно но работала тот чего она защищает а или от я видим от чего она защищает в чем ее сакральный смысл слово тилока происходит от санскритского слова тила тила это буквально кунжутное зерно кунжутное семя точнее вот и раньше люди вот бывали так сказать брали это кунжутное семечко вот и какие-то не знаю там пищевые красители что-то такое наклеивали себе на лоб вот это было тилоками вот потом появилась были другие формы тилоки когда вот эти вот глина из священных мест называемого печандан ставят эти вот знаки на лбу и на других частях тела вот если вы хотите ставить водой чтобы там ни у кого не возникало лишних вопросов пожалуйста берете какой-то чистый сосуд с которого вы не пьете не идите желательно какая такая чистую кунь там чашку кружку купите небольшую вот туда наливаете чистую воду питьевую лучше не из-под крана питьевую такую ну или там если фильтрованная хотя бы вот и берете эту чашечку макайте туда безымянный палец правой воды и произносите мантру ом кешавая намаха и ставите тилоку на лоб сначала наверху внизу ом кешавая намаха далее макайте опять этот палец в воду с мантрой ом нарайная намаха и вот это вот выше пупка ом нарайная намаха потом опять макайте ом матхавая намаха это значит район солнечного сплетения потом следующий раз макайте ом говиндэ намаха это вот между ключицами от основания горла потом идет значит опять макнули ом вишнаве намаха это ниже правого правых ребер вот здесь вот сбоку потом левой рукой макайте безымянным пальцем идет правая рука у нас да он шри тхарая намаха потом ом хри шикешая намаха потом опять правой рукой под левым нижним ребром ом ваманая намаха потом здесь ом шри тхарая намаха ом хри шикешая намаха потом с задней стороны шеи да вот здесь ом падманабхая намаха и сзади в районе пояса ом дамодарая намаха вот ну и можно еще коснуться макушки ом васудэвая намаха вот все то есть теперь ваше тело очищено именами бога то есть здесь нужно понять что две субстанции одновременно в идеале это вот это чистая глина из святых мест из берегов священных рек вот если этого нет просто мы берем чистую воду и очищает имена бога имена бога не как бы заряжает эту воду то есть имена бога поскольку имена бога не отличные от него именно они их присутствие это звуковая вибрация она очищает воду и теперь это вода касается вот этих вот различных частей вашего тела теперь ваше тело освещено еще один важный момент про него забыл сказать надо было сначала что тело конносят на чистое тело сначала душ приняли чет чистое тело потом ставится телоком и последний на сегодня вопрос елена мазур как веды объясняют такое явление как вулкан вулкан это одно из проявлений одидаевы одидаева это обозначает силы полубогов потому что земля на которой мы находимся это не просто вот какой-то сгусток материальных элементов это тело бхумидеви бхумидеви это богиня которую называем мать земля и поскольку одидаева это полубожественные силы земля относится к этим в смысле как 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 богиня дам хумидеви относится категорию полубогов то вулканы их извержение это часть проявления это одидаевы то есть допустим геофизики описывают какую-то механическую часть процесса извел извержения этого вулкана но метафизическая часть процесса от них скрыта например если взять и физически изучить крик человека вот это будет быть примерно так сформулировано что следствие сокращения мышц гортани и напряжение голосовых связок из горла вырывается определенный звук определенные там громкости частоты да такое будут физическое описание этого процесса но это не все на самом деле это не причина возникновения звука причиной возникновения этого крика явилось то что живое существо в этом теле недовольно действиями другого человека потом повышает голос кричит и это вот состояние какие-то эмоциональные это вот какие-то моральные категории так далее вот это все не научные понятия это не научные понятия поэтому ученые не могут дать полной картины реальность они описывают только какие-то механические протесты как что-то происходит да почему глубинные причины этого не могут быть объяснены то есть они какую-то какой-то физиологии процесса говорят но а метафизики процесса о глубинных причинах этого небес ничего не могут вот то есть ученые будут говорить что причинами допустим землетрясения является эти вот там какие-то сдвиги тектонических плит вот а причиной извержения вулканов является возрастание давления магмы там вот значит внутри земли и поэтому она вырывается туда и так далее то есть на самом деле причинами этих явлений является карма людей но карма людей это метафизическое понятие которое скрыто от науки вот допустим если вы взяли там какой-нибудь ну какой-нибудь кусок чего-нибудь там какой-нибудь бумагу там скомкали даст такой комок подожгли ее этот вот горящий значит вот комок кинули в какой-нибудь там муравейник до метров там с пяти до то если среди ученых вернее среди муравьев есть какой-то ученый скажет что это какой-то там метеорит прилетел да вот нам это просто он меня не вид он не понимает что я допустим живая личность там вот это все сделала да он виду какой-то конечный процесс вот точно так же и ученый смотрит на космос смотрит на землю он ведь на землю он видит физические эти вот аспекты процессов но он не понимает что земля это не просто земля это тело это тело определенного существа буми дэви вот поэтому все что он будет говорить это только какие-то такие вот внешние аспекты как происходит то или это следствие давления там магмы значит это произошло извержение вулкана вследствие там каких-то сдвигов тектонических плит произошло землетрясение или там произошло цунами он будет внешние вещи все эти описывает да но внутренние причины будут всегда скрытые от человека допустим если у человека в голове лопнул сосуд и произошло кровоизлияние что является причиной слабые сосуды и повышенное давление что ни то ни другое причиной будет являться кармы которые реализуются через силу времени а вот эти вот слабые сосуды и повышенное давление это не причины это следствие или можно сказать что это причины поверхностные более низкого порядка а глубинные причины это причины которые состоят в том что человек заработал это понимаете вот поэтому мы оцениваем внешние явления внешний мир с одной стороны как допустим материалисты оценят какая-то механика процессов они в этом принципе преуспели да но чего они не могут понять и описать это внутренних причин потому что они не понимают что мир является не результат не результатом кого-то большого взрыва а он является творением бога он является механизмом через который живые существа с одной стороны эволюционирует если они хотят с другой стороны деградируют если они хотят повинуясь там каким-то своим этим материальным желанием и так далее вот и пока это не будет понято что материальный мир это некая система причина следствия где мы можем так сказать и прогрессировать и деградировать и что эта материя она не сама по себе существует является инструментом коррекции наших действий и либо так сказать ну инструментом каких-то наказаний или поощрений за наши действия до тех пор полная картина мира людям не будет открываться на этом мы сегодня закончим всем спасибо за интересные вопросы и до новых встреч харе кришна